Первый день в Белграде. Вчера ночью мы прилетели. Полетим сначала до Москвы, а потом уже будет пересадка в Белград у нас. На улице вот такой снег. Снесли такую у нас колбаску. Прикольно так, яблочко упакованное, да? Митиво Белград, сурик, 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 сурик. Наконец-то мы добрались до отеля. Холм для созерцания. Ну, тут, да, такой дворец-то интересно сделанный. И архитектура своеобразная, конечно. Мы принесли нам вот такую пиццу, ну, для примера моя ладонь, да? Ощущения, конечно, да, такие своеобразные. Набка сейчас перечислил. В Сербии вот такие трамваи. Тут, смотрите, такое хай-тек такой выезжает, раз. Даже как чем-то похож на Аюсофию в Табульске. Главная площадь города. Волшебный сад. Идея просто обалденная. Здесь вот торговый центр, ну, чтобы знали. Хамончики висят. Готовимся к посадке в самолет. Полетим сначала до Москвы, а потом уже будет пересадка в Белград у нас. Время в пути составит 5 часов лета и плюс с пересадками где-то 9 часов самарно. Сегодня у нас февраль, 20 число. На улице вот такой снег. Посмотрим, какая погода будет на Балканах. Надка пошла смотреть оренбургские платки. А мы сейчас еще пойдем немножко перекусим. Пошел снять цены на еду. Если кто-то будет в Кольцово, Екатеринбургский аэропорт. Вот, можете на стопе посмотреть. Вот интересная вот эта услуга, что это такое. То есть, получается, еда на борт. Ну, здесь мы заказали вот такие мясные колбаски грилл, вот такие мы сказали. С горчицей. Вот это стоит у нас, если мы посмотрим, ну, 600 рублей. Ну, вот все, сели в самолет. Сели в Екатеринбурге. Сейчас уже 45 минут мы летим. Находимся где-то в районе Казани. Плюс-минус. Борт питания вот такое сейчас. Ну, но, в принципе, попросил два сока. Окей, проблем нет. Прикольно так, яблочки упакованы, да? Смотрите, класс. Ну, бутерин ок, но яблоки вообще супер упакованы. Мы сели в самолетик на Браград. Уже в Шремитево. Готовы лететь на Балканах. Готовимся к нему. Вот, Натка распаковывает, ага. Ну, три Града. Белграда длится 2,5 часа, оказывается, а не три, поэтому суть та же, как и с Екатеринбурга. Где-то над Восточной Группой, мы лежим, и же Белграда. Мы приступили к снижению Белград уже, через 20 минут. Мы замеряемся в аэропорту Белграда, Никола Тесла. Формальности особо, вот багаж получили. Вот такая зона прилета, вон машина классная вот эта. Наконец-таки мы добрались до отеля, карточку вставили, 21 градус. На улице 2 градуса, ну, как бы реально 10 градусов по ощущению. Вот такой номер в Белграде, суперенский. Вот здесь такая получается ванна, душ, туалет, ванна. Вот мы, уставшие после перелета, у нас никакие шампунчики, все тут есть. Ну, прикольно, душ, главное, и с окном. 5 баллов. Наши вещи, чемоданчики. Ну, две кровати. Ну, супер номер такой небольшой, отлично. Больше не надо, да. Пойдемте посмотрим, что у нас в мини-баре. Баре у нас... Кола и вода. Ультра-оригинал, понятно. Вода у них называется, кстати, вода, прикольно. Вода. Вода, может быть, да. Мы пришли на завтрак в отеле, тут такой шикарный выбор. Надка сидит, приятного аппетита, доброе утро, да, приятного аппетита. Я вот взял такие вот сосиски, сосиски, бекон, омлет, горчицу местную попробую обязательно, сербскую. Интересно, есть бальзамический уксус. Так, ресторан вот при отеле у нас вот такой. Ну, что, пробуем сосисечку. Интересно, какая сербская сосиска-то. Ну, это на завтраке, понятно, что это международная еда. Ммм, вот это прикольно. Чё, пробуем, торт. Обычно сосиска. Далее вот такая вот, видите. Кужуре. Оба. Сербский завтрак, это что-то еще такой, хлеб приятный, желтенький. Но приятного видя нам. Первый день в Белграде. И сегодня утром гулять после завтрака. Детская площадка с покрытием. Ох, какое мягкое покрытие это, проходи. Вообще толстое, мягкое. Почувствуем себя ребеночком. Да, ребеночком. Погода, сами видите, какая. Достаточно тепло, градусов, наверное, 15-12-15. А мы идем в замок, собственно. Вот сейчас мы пошли в Белградский замок. Как он называется у нас? Калимигдан. Калимигдан, да. Калимигдан. Вот, вафли. Это летом было. Ну да, 120 белградских динар. Сербских динарами на ЭБСД. Да, к деньгам еще нужно привыкнуть. Да, местные деньги здесь у них не евро, здесь динары. Для нас после суровой зимы, конечно, это... Да, вообще весна. Вот теперь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы понимаем саму крепость. О, прям сразу вход нашли. Мы идем экспромтом, поэтому... И читаем, значит, сразу из Википедии документацию. На слиянии. Да, на слиянии двух рек Дуная и Саввы. Был он римским, византийским и так далее. Вот пальмы. А Надка летела и говорит, а где пальмы? Мы так привыкли, что мы летим в какие-то пальмы сюда. Вот пальмы. Субтитры создавал DimaTorzok Входим в главные ворота. Крепостными стенами получается за ветром и уже вот у деревьев, вот можно посмотреть, набухают почки. Вот, например, тоже. На такую лесенку выходишь и сразу такой вид на Дунай открывается. Турки это место называли холм для... Для чего? Для дум? Для мыслей? Поле для битвы? Нет, это сам замок. А холм называется для размышления. Если посмотрим, то мы увидим, что вот там еще крепостная стена проходит, да? То есть вот, получается, там парк примыкает. Раньше в старину город располагался за крепостью. А так как здесь слияние очень хороших рек идет, то есть Дунай, здесь Савва, вот река, да, Савва, они стекаются. И здесь как бы было сосредоточено торговые пути. Собственно, соответственно, был очень богатый, лакомый кусочек, поэтому надо было защищаться. Да. Надо было защищаться и для этого построили, собственно, вот это. Ну, и каштаны есть. Получается, вот, да, я говорил, Дунай, вот Савва, сейчас баржа там плывет. И здесь остров, здесь не заселено, здесь птичьи, ну, у них этот заповедник. Как раз баржа выплыла Саввы. И сейчас идет на Дунай. Да, 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 и Дунай. Опа. Вот такой он, симпатичный замочек. Ну, он большой, так ты не скажешь, что он маленький, но большой. Опа. Продолжение следует... Продолжение следует... И памятник, к которому мы шли... Было поселение внутри, которое было окружено стеной. Не могли мы мимо найти такой лавочке кулевой, сели посидеть. Изначально люди, поселение было возле реки, возле самой, а потом уже построили крепость, и поселение было внутри крепости. Угу. Каштаны? Нет. Нет? Какие-то... Пушистики. Пушистики, мохнатики. Взяли вот такую водичку. Я видел, только включил. Да? И тут я со своей водичкой. Ну вот такая водичка, в общем, взяли, прикольная, да. Пушистики, мохнатики. Ну какой диаметр был, ядра-то. Ух ты. 18-19 век. Серьезное такое орудие-то. Вот здесь запал был. Мощненько, мощненько. Здесь выходим и сразу в музей орудий различных эпох. От всяких гаубиц до танков. Интересно, интересно. Музей оружия. То есть он абсолютно бесплатный, можно зайти, посмотреть. Единственное, там гида, если хочется, больше информации получить, можно гида взять. Снимались на стену, а здесь вот у них разные виды артиллерии стоят. Турецкая пушка. Брдская гаубица. Польская гаубица. Вместе с пулеметом. То есть тут параллельно шмаляли с снарядами и стреляли с пулемета. Да или нет? Да, прикольно тут. Такая пум. Они какие-то такие неказистые, да, такие маленькие? Да. Да, там памятник. А собор? Ну, тут, да, такой дворец-то очень симпатично выглядит. Сербия. Как нарезан Пуковский топ. 76 миллиметров. Очень красивый, да. То есть отсюда, вот от музея, от самой верхней точки, вот здесь, и вниз туда. Класс. Внизу музей, музей динозавров, то есть пушки. Вот они. Ну, благо направлены не на динозавров, то есть динозавры сами по себе, пушки сами по себе. Тут у тебя аноназавры есть и так далее, так далее. Вид, идешь, так сразу выходишь, и тут такой башня, часовня и торпеды. Очень чистенько, все ухожено, парк очень ухоженный, тут работают, мы видим, убираются и так далее. Очень приятно здесь прогуляться. Вид на замок. Во всей красе. Да, во всей красе, но он восстановленный, правда, не частично даже, а там была фотография. То есть там оставалось, то вот чуть-чуть совсем от него. Все восстановили, все красиво. Памятник, да, женщина с голой пяткой. Причем пятка направлена на замок, как не странно. Ну да. Но здесь всевозможные, так скажем, митинги проходили, показывают, там, планшетик. И гипарисы. Это гипарисы или нет? Что это такое, подскажите? Что это за дерево такое, интересно? Широкое, широкое, а Дуна это вообще. Баржа называется он, Милан. Не знаю, будет видно на солнышке, не будет. Поближе подойдем еще. Мы вот уже сколько, часа два здесь гуляем, еще не все обошли. Здесь надо гулять в хорошей солнечной погоде. Стигнул куртку, расстегнул кофту. Ну, кажется, наверное, 20. А вот римский. Римский Буна. Да, сокол, меч. И такой пролет. Ох, как здесь высоко-то. Ух ты, класс. Классно. Ну, пойдем, теперь туда. Ну, какой. Итальянская танкетка. Забавный такой маленький. Я представляю, там чувак сидит там. Ну, это, наверное, больше от пуль. Это итальянская танкетка. Французский легкий танк. Какого года-то? FT-17. Здесь вот такие экспонаты-то сохранились, интересно. Такая небольшая проходочка. Класс. Сербы играют в теннис. Погода позволяет. Красота. Красота. Ну, здесь такая. Стадиончик. Иду тоже. Ну, то есть местность заиспользовали для того, чтобы в футбол, волейбол и теннис. Неэвкалипт? Нет. Ну, тоже кору сбрасывают. У эвкалипта, вспомни. А, ну, да, длинный, длинный, да. Длинный, тонкий лист. И не пахнет. А вот здесь, да. А здесь лист кленовый. Это другая разнорельность. Просто ствол точно так же облетает. Ага. Интересное дерево. Другое дерево. Вот это вот, беленькие такие деревья. Сбрасывают кору. Да. Крыши интересно сделаны. И архитектура своеобразная, конечно, в Белграде. Красиво. Интересно. Типичная улица Белграда, да? Старого города. Старого города, да. В новый район-то мы не пойдем. А вот в старом городе у нас денечек. Поэтому можем два дня погулять. Да. Мы зашли в такое заведение. Называется Бутик. Вот. Бутик. Цены здесь нормальные. То есть пиво стоит 300... 360, по-моему. Да, конечно. Бук маленький. Блина, пиво. Вообще цена нормальная. 200 динар. Очень прикольные у них мясные блюда, конечно. Вот Натка взяла суп. Бокал вина сербского. Натка. Это с проршутом сербская пицца. Натка пробует проршут. Как? Одна улица Белграда. Это типа нашего Вайнера или типа московского Арбата. Называется улица князя Михаила. Слышно? Улица князя Михаила. Да. И вот она идет, в принципе, вот туда. Ну, то есть как наш Вайнер. На Екатеринбурге или Арбат в Москве. Выходим на площадь, где у них стоит елочка. И написано Белград. Сейчас подойдем, прочитаем. Да, здесь типа кидает ощущение. Так вот. Ну да, конечно. Очень интересные ощущения. Своеобразные. Центр Белграда. Такая елка. Среди таких шикарных, просто таких вот. Я даже не знаю, чем сравнить. Улиц. Правда, неприятное ощущение, что мы идем где-то по такси в Стамбуле. Да, пылесосят, улицы убирают. Тут можно посмотреть, все чистенько, все красивенько. Тут Рождественский базар. Ну, уже все, как бы, февраль. Да, уже конец февраля. Ну, можете посмотреть, как тепло. То есть, насколько комфортно гулять. Погоду показывают на таких экранах. Здесь же реклама. Ну, такие билборды. Здесь показывают рекламку и потом показывают погодку. Входим. Тут, я думаю, вечером пойдем обратно. Если успеем, да, то будет гореть. Очень много шоколада, кстати. Вот, можно посмотреть. Тут производство шоколадное. И очень большой выбор хорошего шоколада. Потом сниму отдельно в магазинчик. Ну, супермаркет и все внутри этой улицы. И вот выходим уже, как бы, на обычную улицу. Вот, смотри, смотри. Вот, да, да. Собор Святого Савы мы видим. И гостиница Москва, наверное. Да, Москва. Пойдемте посмотрим, интересно. Мы только что вышли с улицы князя Михаила. И идем теперь в сторону собора Святого Савы. Получается, у нас вот туда, прямо. Здесь обменники различные, гостиницы какие-то. Кстати, у них тут интересно так. Видно, разрешено казино, потому что постоянно встречаются какие-то казино и так далее, и так далее, да. Много обменников. Ну, блин, классно. Ощущения, вот, я не знаю, с чем сравнить. Я такого города еще не видел. Своеобразного. Какие-то, да, двоякие ощущения. С одной стороны, кажется, что это, когда попадаешь, например, в соборы, да, кажется, что это Стамбул. А когда идешь по парку, кажется, что врага. Да. У нас ощущения, конечно, да, такие своеобразные. Надка сейчас перечислила. Вот, кстати, гостиница Москва сейчас подходим. И получается следующее, что, а, вот, смотрите, можно и на улице тут же пиццу перекусить, да, тут же можно зайти в более-менее дорогой ресторан, дорогой ресторан, и отлично поесть, вот, прям на тысячу рублей, на тысячу двести. Поэтому очень-таки своеобразные достаточно ощущения, и очень вкусно поесть. Вот так просто обалдински поесть. Причем с напитками. Да, да, то есть это с бокалом вина и с пивом. Поэтому тут, как бы, а качество-то такое же, как в Черногории. Паршут такой же, да? Да, да. То есть, как бы, продукты все классные. Сыр. Сыр отличный, да. То есть, получается. Ну, и вот мы вышли прямо на площадь. И вот гостиница Москва. Мы хотели здесь остановиться, но ценник в 30 тысяч рублей за три дня как-то нас остановил. Да, мы взяли гостиницу, тоже четверочку, но там как-то за ночь в 10 раз меньше. А то даже и поболее, чем в 10 раз. А расположение вообще классное тоже. Прям на... Ну, какая сегодня погода, а? Вот, 16-26, можно посмотреть. Вот такой Белград. В этом отеле останавливались фактически все знаменитости, которые хоть раз были в Сербии. Поэтому здесь, как бы, очень история. Здесь, этому отелю уже больше, там, ста лет. Точно не знаю, конечно, можете прокомментировать, в комментарии написать, да, может, ошибаюсь. Но здесь, кстати, в кафетерии можно зайти, попить здесь чая. Цены здесь, говорят, приемлемые. Ну, все сербии цены приемлемые. Коричневый, золотой. Да, да, да. Цвет. Цвет спокойствия. Ну, да. Любителя. А люди, да, останавливаются здесь, кто, как, что. О, 22-й Толегус. Классно. Это у нас наши мульки, да? Да, 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 да. Разбегы, да, старые наши. Наш чехол. Выходим на какую-то красивую площадь. Да, у Милана. Да, у Милана. Миленько, миленько. Миленько. И выходим на какую-то красивую площадь с каким-то красивым, видно, муниципальным зданием, да? Да. Интересно. Вокруг полно всяких закусочных, кафешечек. Все везде. Можно зайти перекусить. Дешево, очень дешево. Умеренно дешево. Ну, дешево везде. Ну, относительно, конечно. То есть, блюдо огромное, во-первых. Ну, вот, например, да. То есть, вот, делите на 1,6. Лучше получится в рублях. Тут же памятник Николаю Второму. Вот как раз мы вышли на эту красивую площадь интересную. Здесь памятник Николаю Второму. Ну, отличный памятник. Прям в Екатеринбурге такого нет. Фактически, Николай Второй, он спас свое время Сербию от тотального поглощения соседями. Вступив в Первую мировую войну, благодаря, собственно, вступлению, Сербия сохранилась как индивидуальная страна. Поэтому здесь очень любят Николая Второго. И, соответственно, благодарны. Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии. Николай Второй, Александру Карагеоргиевичу в июле 2014 года. Солнце не так видно хорошо. Тут такая красивая улица с таким уклоном. И видно, он ходит в целом реки и здание с красивыми колоннами. Такой февраль. Такие интересные у них. Уволим только кицы. Всякие тут, ну, такие быстрые фастфудики. И посмотрите, какой дом. В Сербии вот такие трамваи. Не Сербия, а в Гуграде. Давайте посмотрим. Представляете, да, вот такой пейзаж идешь. Домики, в принципе, выглядят очень симпатично. И тут, смотрите, такое. Хай-тек такой выезжает, раз. Все, выезжает. А мы... Ага, каштаны. А мы вспоминаем наши трамваи в Екатеринбурге. Вот вообще не такие. Ни разу. Смотри, какая ферриктура красивая. Да, да, да. Да, 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 да. То есть мы подходим... А, вот, идея Биограника. То есть это крупный магазин какой-то. Ждем перехода на ту сторону. Наскочили попить чайку в какую-то кафейню, которая просто пицца, да, и фиори. Кафе-ресторан. Ну, туда-два с магазином Макса, да. Такая мюшечка. После мы на площадь главную. Ну, вот здесь у нас Сбербанк вот находится для ориентира. То есть можно... Вот, вот, Сбербанк. И, собственно, ну, такая благороженная площадь-то. Тут же у них, видите, какие-то игровушки есть. Видно, еще не запретили. Кстати, у них... Я обратил внимание. Внимание сейчас мимо киоска шли табачного, посмотрели. У них нет на пачках сигарет вот этих страшных картинок. В общем, может, поэтому здесь люди такие более добрые и более, как сказать, более расслабленные. Да, потому что их там не пугают их каждый раз. Из всяких. Это только частности. Я думаю, что... Ну, правда, люди расслабленные здесь. Совершенно по-другому себя ощущают. Ну, я здесь себя по-другому ощущаю. А, Дэна? Вот такие дела. Вот такой вот он Београд. Почему пишется не Белград, а Београд? И тут же у них вон такая кино рекламирует, балканская меча, битва. Так, подожди, не спеши, давай отвоимся. Значит, мы находимся на главной площади. Здесь, в принципе, нам нужно перейти к Святому Савве. Святой Савва находится у нас вот там. Ой, прям какая вот тамая... Толейбус соскочили, сейчас будет переделывать. Так, а мы пойдем сейчас искать, где тут переход. Переход, переход, переход. Нам туда не надо, нам туда надо. Пойдем посмотрим. Россия и Сербия, видите? Флаги пересекаются, Газпром и Низ. Да, вот Макдональдс, собственно, тут один у них. Да. Просто странно здесь иметь Макдональдс, когда тут просто кафосик, не знаю, немерено. В каждом доме по пять штук, да, вот. И готовят, и как вкусно. Класс-то. Ну вот, двойка, наверное, да? Нет? Выходим. Пришли, в общем, мы там, нашли пешеходник вот там. А, вот, подсветка включилась. Ура-ура. Мы еще сейчас и подсветку застанем. В школьном. Так, это пешеходник здесь пропускает, как я понял, да? Очень много вот этих заведений а-ля пекара. Ну, то есть пекарни по-русски. Да, просто булочки, то есть как бы. А, свежая выпечка. Ну, смотрите, какая красота. Ну, очень так, своеобразненько, да, выглядит? Классно. То есть мы идем еще по какой-то главной улице. Как бы сами не заплутать, но придется такси брать до отеля. Ну, всем рекомендую брать, когда вы заселяетесь, визитку в отеле. Тогда вы сможете, если бы куда-то уже забрели, взять такси и по визитке доехать до своего отеля. Так сказать, спаси ситуацию. Ну, идите, ребята, чтобы конкурировать и не бояться. И не бояться. И, наконец-таки, дошли до собора Святого Саввы. Смотрите, какой. Какой огромный собор Святого Саввы. Очень видно с разных частей города. Фактически мы его увидели от гостиницы «Москва» почти, да? Только прошли его. И вот, пожалуйста, вышли к нему. Но находится он не близко. То есть его видно издалека. Вот идешь, 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 а он все ближе и ближе. Не становится, да, так визуально. В том раз мы вышли. Вот такая красота. Сейчас посмотрим там рядышком что. Монументальнейшее сооружение, конечно. Просто огромный. Даже как чем-то похож на Аюсофию. Стабульскую. Есть какие-то такие нотки. Ну, может быть, какие-то такие у меня ассоциации возникают. Магнитики. Ну, как везде все. Всякие пошивки. Ну, мы какие-нибудь магнитики возьмем. Тесла. Сербия. Ну, как всегда, магнитики. Вот кружечка. Кружечки тут очень любят Владимира Владимировича. Изображать. Вот. Так вот он выглядит. Ну, закрыт, закрыт. Почему, не знаю. Ну, можно почитать информацию. Здесь есть и на русском. Припрема по фрешине купола поставлена мозаика. Ну, что-то понятно. То есть, по-семски читаешь, вроде, что-то понятно, что-то нет. Писано улаз. Это вход. У них, это я уже понял улаз-слово. Храм святого Сави временно на северной стороне. Ну, в принципе, все понятно, все прочитал. Святой Сава. Ему памятник. Вот, ну, можно посмотреть. Освещается. И собор. На месте, где его турки казнили. Вечерний Белград. Есть интересные, симпатичные трамвайчики. И вот главная площадь города с фонтаном, с подсветкой. Гостиница Хилтон. С видом на весь Белград. Ну, мы выбрали специально ту гостинницу, что в которой сейчас живем. Почему? Потому что, ну, соотношение цена-качество было самое лучшее. По оценкам. Ну, туда вниз у горка. Но в Белград уже в пробках. И вечер народ возвращается с работы. Здесь для детей такую вот футуристическую картину подсвечивают. Выглядит, правда, как какой-то волшебный сад. Волшебный сад. Идея просто обалденная. Очень красиво выглядит. Особенно издалека немножко, если отойти. Вот, смотрите, какая прелесть. И с видом на Белград. А тут олени. И викинги такие футуристические цветов. Ну, как мне кажется, викинги. Замок. Классно, классно. И набережная Великой Славы. Видно, там, чуть-чуть туда подальше. А здесь прям целая стая обезьян. Ну, выглядит просто, просто как фантастика. Первый раз, когда я, конечно, такое вижу. Интересно. Каркасные модели, получается, обтянутые тканью. Покрашенные в соответствующие цвета. Выглядят и подсвечены. Конечно, днем я думаю, что это выглядит не очень. Но благодаря подсветке, конечно, обыграли класс. Так, безобидно, футуристические грибы. И в итоге выходим. Вот тут целый китайский город. Называется Фестиваль Света. Вот табличка у них тут написана. Когда мы вышли на набережную, то открылся вот такой шикарный вид на ночной Белград. Посмотрите, какая камера не передает даже близко. После того, как мы вышли на улицу князя Михаила, сразу вот с парка, да, здесь вот торговый центр. Ну, чтобы знали, кто поедет, будет полезно. То есть там и фудкорт есть. Правда, я не знаю, зачем в Сербии фудкорт нужен. Тут один сплошной фудкорт на улице, тепло. Ну, вот есть большой торговый центр, прямо вот на улице Михаила. Чтобы знали, мы вот на него случайно совершенно увидели его. Хамончики висят. Да нет, это паршюты. Паршют примут черт. Чележеские. Видите, какие тут висят. Сырый выбор какой, да? Класс. Вина, нарезанный паршютик. Надка нашла свои зонтики, которые хотела. Кафешечки с красными зонтиками. Тут такая улочка, и видите, кафе Мануфактура называется. Аутентичная балканская еда и напитки. А вот туда, если пойти, то там будет храм. А там будет у нас кафе Вопрос. Не знаю, пойдем мы сегодня не пойдем. Аутентичная. Ходится вот здесь. Нашли мы музей Теслы. Шли-шли, нашли. Надка пляшет. Не от того, что ей весело, а от того, что она замерзла. Ну и от того, что ей весело тоже пляшет. Здесь киношники фильм какой-то снимают. Там туристы, ну что-то как-то вовнутрь не заходит. Пойдемте смотреть, мне кажется, может он не работает. Значит, просто так туда не полети, как обычный музей. Тут собираются группы. Притом вот мы сейчас на час пришли. В час она уже полностью сформирована. Фул. В два часа полностью. В три. За 20 минут до начинается продажа билет формирования групп. У нас уже времени ждать нет. Ну и в принципе там экспозиция небольшая. Так что вот вам для информации. Белградская зима. Закружи Белград. И вот такая инсталляция. Красс напротив магазина Макси. Да, такая спешная елочка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова